Субтитры сделал DimaTorzok 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 На всякий случай приближаем И посмотрим Вот у нас есть материал, который мы не знаем, где он у нас находится Нажимаем на вот эту кнопочку и смотрим Ага, это у нас объект Loft Выбираем Select И смотрим, вот он у нас, этот объект Loft, это у нас бордюр Так, что тут у нас еще, вот это, насколько я помню, это ручки Ручки, это мебель, а это столешница Так, все, окей Значит, урок по созданию вот этой мебели Я уже как бы считаю А, у нас еще мойку надо разукрасить Разначить материал Мойка С таким же материалом, как и кран В принципе, если вы хотите, можете сейчас Вернее, можем сейчас посмотреть Что у нас тут получилось То есть, делаем такой простой рендер На время рендера я опять остановлюсь Урок я, оказывается, тут не прерывал У меня получилось 37 минут Естественно, я разделю его на 4 урока По 10, по 8 минут, чтобы Нужно было это все залить на сервер ютуба Так, на время рендера Я обычно приостанавливался Ну, что-то в этот раз не приостановился Кстати, вот тут у нас получилось, что мы сбросили По материалам назначение Увмап Вот этот вот И поэтому у нас тут небольшой То есть, при рендере видно то, что Нужно переназначить вот эту текстурную карту Да? Так, плита у нас более-менее готова С какими-то кнопочками Тут у нас вытяжка Возможно, она огромная Ее сделать можно поменьше Ну и кран как бы Санциклирует Хотя, можно было бы его сделать чуть пониже На мой взгляд То есть, поэтому Кран сразу делаем пониже А вытяжку делаем чуть-чуть по площади и повыше Так, все нормально А вот Вот этой штучке Мы назначаем модификатор Который будет отображать нормально текстуру дерева Так, ну на этом я заканчиваю урок Естественно, сцену нужно сохранить То есть, вы ее можете сохранить как хотите Я ее сохраню как мибель 3 Нет, мибель 4 уже 4 Сохранить Но для следующей вставки в интерьер Ее лучше сохранять Сначала, вернее Сгруппировать Это все То есть, мы делаем Группировку Называем эту группировку Мибель И потом, значит, еще раз Мибель сохраним Так, все Урок закончен Большое спасибо за внимание И жду вас на следующем уроке